Что такое инструмент реализации программ вместе с секс-работниками? Инструмент реализации программ вместе с секс-работниками, или SWIT, это руководство по проведению эффективных программ по профилактике и лечению ВИЧ и инфекции, передаваемых половым путем в содействии с секс-работниками. Документ был разработан международной сетью проектов по секс-работе, НСВП, вместе с секс-работниками, сервис-провайдерами, структурами ООН и техническими экспертами. Основное внимание в SWIT уделяется секс-работникам. Каждая глава SWIT была разработана секс-работниками для секс-работников с учетом их потребностей и наиболее подходящих им стратегий. В этом видео мы обсудим первую главу SWIT – расширение возможностей сообщества. Расширение возможностей сообщества включает 8 ключевых элементов. Работа с коллективами секс-работников Полноценное участие самих секс-работников необходимо для формирования отношений доверия и партнерства и в конечном итоге для удовлетворения потребностей секс-работников и достижения ожидаемых программных результатов. У нас могут быть свои процедуры выбора кандидата для участия в мероприятиях. Нам может понадобиться перевод, нам может понадобиться заранее получить информацию, чтобы понять, будем ли мы участвовать и как мы будем это делать. Кроме этого, благодаря финансированию обучающих программ, мы можем эффективнее подготовиться ко встречам и диалогам, которые влияют на наше здоровье и жизнь. Развитие аутрич работы под руководством секс-работников Недостаточно просто провести беседу с секс-работниками и на этом основании создать программу. Подход к расширению возможностей секс-работников должен быть гибким и отвечать потребностям сообщества. У разных сообществ секс-работников могут быть разные потребности, поэтому и подходы к удовлетворению этих потребностей должны быть разными. Мы хотим участвовать в программах на равных или даже самостоятельно вести аутрич работу с учетом потребностей нашего сообщества. Развитие организации секс-работников Помочь в развитии связей в сообществе проще всего, обеспечив безопасное пространство, где мы можем собраться, поговорить, поделиться опытом, помочь друг другу, накрасить друг друга и обсудить свои потребности и приоритеты. У нас появляется больше возможностей, когда мы помогаем друг другу присматривать за детьми, решать проблемы в семье и в отношениях с полицией, а также проблемы, связанные с профилактикой и доступом к медицинским услугам. В ходе пандемии коронавируса очень важная оказалась помощь нашим общинам. Мы помогали друг другу оплачивать жилье и организовали мероприятия, чтобы помочь нашим коллегам получать лечение, питание и средства личной гигиены. Адаптация к местным потребностям и условиям В сообщество секс-работников ходят самые разные люди. У нас разное происхождение, мы живем в разных странах с разными правовыми системами и по-разному организуем свои совместные действия. Некоторые объединения секс-работников уделяют основное внимание доступу к услугам, тогда как другие – законом, касающиеся секс-работников. Среди нас есть мигранты и люди с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией. Чтобы дать сообществу больше возможностей, мы должны разговаривать с людьми и вести программу с учетом потребностей и особенностей контекста. Продвижение прав человека Секс-работники заслуживают обеспечение соблюдения прав человека в той же мере, что и другие граждане. Нам должно быть обеспечено право на здоровье, на образование, на свободное передвижение, право на свободу от стигмы и дискриминации. Помощь союзников и партнеров в продвижении прав человека секс-работников также играет важную роль в борьбе со стигмой и дискриминацией и в информировании общества о том, что права человека есть у всех. Укрепление коллектива Организации и сообщества секс-работников, отвечающие за определение приоритетов, мероприятий, выбор сотрудников и содержание услуг, должны быть обеспечены финансированиями и ресурсами. В конечном итоге самоорганизации секс-работников станут сами нанимать нужных им сотрудников, врачей, медперсонала, социальных и аутрич-работников. Влияние на политику и создание благоприятных условий Признайте нас экспертами В программах по профилактике ВИЧ нас должны слышать и признавать экспертами. Мы лучше других понимаем, как местные и национальные законы на нас влияют. Мы также понимаем, что нужно изменить, чтобы программы были успешными. Поддержка движения Чтобы поддержать движение секс-работников, мы действуем в солидарности с другими ключевыми группами населения. Партнерство с другими социальными движениями играет важную роль в борьбе за права человека и против ВИЧ. Также важно, чтобы наши программы признавали и поддерживали в долгосрочной перспективе. Расширение возможностей сообщества – это основа всех вмешательств, описанных в СВИТ. Признание ценностей сообщества позволит выиграть всем – секс-работникам и их организациям, гражданскому обществу, национальным и местным организациям, государству и обществу в целом. Права секс-работников – это права человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова